Всем привет! Сегодня мы с вами опять поговорим о ремонте микроволновых печей. У меня уже есть там один или два ролика. Можете найти в поиске по каналу, но я ссылочки под видео постараюсь прикрепить. Ну вот еще один ролик я хочу заснять, потому что очень много вопросов как починить, что могло сгореть и тому подобное. Вот как раз подвернулся удобный случай. Принесли на ремонт микроволновку и вот сейчас мы попробуем определить, что же здесь сгорело. Потому что главное в ремонте это не заменить сгоревшую деталь, а все-таки продиагностировать, сделать диагностику. То есть найти, что у нас сгорело. Поэтому так вот вкратце микроволновку можно разделить на две части. Первая часть это у нас панель управления. То есть тут у нас может быть механические таймеры, ручки, которые мы выставляем время и мощность. Либо как здесь, это сенсорная панель. Это у нас микроволновка LG. Здесь тоже много чего может сгореть. И вторая часть это высоковольтная часть, то есть как бы силовая часть. Здесь у нас находится трансформатор высоковольтный, высоковольтный конденсатор, диод высоковольтный и вот собственно сам магнетрон. То есть это вот так как раз лампа, которая в общем-то нам все и греет. Что нам нужно сделать для начала? Ну, во-первых, перво-наперво не забываем технику безопасности и первое, что нам нужно сделать, это разрядить высоковольтный конденсатор. Почему? Потому что на нем может быть 4000 вольт и они реально опасны, они смертельны. То есть от этого поражения его разряда можно умереть. Такие случаи были. Точно знаю в Америке один такой случай. Поэтому, как рекомендуют, нужно взять кусок провода длиной метр-полтора, ну я беру поменьше. Дотрагиваемся одним концом до корпуса. Ну естественно провод у нас изолированный, с хорошей изоляцией. И вторым концом дотрагиваемся до конденсатора и разряжаем его. Ну в данном случае он разряжен до одного конца и до второго. Потом на всякий случай можно еще закоротить оба его конца. Ну и чтобы уж точно, наверняка можно взять плоскогубцы и опять-таки закоротить эти концы. Всё. Теперь мы спокойны, что высокого напряжения там нету и туда можно лезть руками. Я уже отключил, ну вы уже наверно заметили, я отключил первичную обмотку. Здесь у нас первичная обмотка, то есть на эти провода у нас подается 220 вольт на трансформатор. Первое, что мы должны сделать, ну уже второе, после разряда конденсатора, это посмотреть при включении микроволновки появляется у нас тут 220 вольт или нету. То есть можно подключить лампочку или же взять мультиметр, включить его на измерение напряжения переменного, включить микроволновку в режим разогрева, ну отключив трансформатор, да, вот просто к этим концам мультиметр и посмотреть есть тут 220 вольт или нету. В моем случае тут 220 вольт и есть, поэтому вот эта часть с управлением уже отпадает, она у нас исправна, поэтому сейчас мы рассматривать ее не будем. И пойдем дальше. Почему она не греет и не работает? Что у нас может быть? Это может быть трансформатор остается, диод конденсатор и магнетрон. Здесь еще должен быть высоковольтный предохранитель у вас в печке. Наверняка он будет. Он в таком пластмассовом длинном корпусе. Его тоже нужно проверить насколько он целый. Но в этой модели, в этой печи этого предохранителя нету. Не знаю почему его нету. Ну может быть он где-то там встроен трансформатор. Не знаю. Я если честно встречаюсь с печкой без этого предохранителя впервые в жизни. То есть все печки, которые я до этого ремонтировал, имели этот предохранитель. Но здесь у нас его нету. Может быть он там встроен. Кто знает, специалисты по печкам LG. Можете мне написать, есть ли он тут вообще. Я вот там вижу сбоку что-то такое похожее на самовосстанавливающийся предохранитель. Я не думаю, что предохранитель на 5 кВт может быть в таком исполнении. Возможно, я ошибаюсь. Так, ну ладно. Мы сняли высоковольтный диод. Как его можно проверить. Для этого нам нужно прибор включить в режим мегаометра. То есть вот у меня предел 200 мегаометра. Прибор должен работать от кроны. Обязательно. Если у вас прибор работает там на трех микропальчиках, то такой прибор не годится. Надо брать именно от кроны. И режим сопротивления. И проверяем. В одну сторону и в другую. В одну сторону у нас ничего не должно быть. А в другую сторону должно показать сопротивление. Да, вот есть. Показала, да? У нас где-то порядка 13 чем-то мегаом. Вот это нормально. То есть диод у нас исправный. Дело не в диоде. Дальше нам нужно проверить сопротивление обмоток трансформатора. Трансформатор у нас имеет три обмотки. То есть первичная обмотка 220 вольт. Накальная обмотка, которая идет на накал магнетрона. И повышающая обмотка, на которой порядка двух киловольт. Если бы там было меньшее напряжение, можно было бы проверять напряжение, конечно, мультиметром. Но два киловольта, как вы промерите никак. Поэтому остается мерить только сопротивление. Так, первичная обмотка у нас порядка двух-трех ом, может быть, четыре ома. Ну, два ома, два-три. Нормально. То есть первичная обмотка целая. Дальше мы с вами замеряем обмотку накальную. Вот здесь она находится. Порядка пяти ом, трех. Или накоротка даже. Да, а вот это первичная обмотка, я говорил, накальная обмотка, она звонится практически накоротка. Так оно и есть. Так и остается у нас повышающая обмотка. Повышающая обмотка у нас тоже в норме, она тоже есть. Между обмотками у нас ничего нету, то есть друг с другом. Обмотки у нас не звонятся. И всё нормально. Разобрались. Трансформатор хороший. Дальше проверяем конденсатор. Отключаем от него провода. Ещё раз напоминаю, что конденсатор надо разрядить. Я лучше несколько раз вам об этом повторю. Возможно я этим спасу чью-то жизнь. Так ставим опять на омега ом. И теперь проверяем до корпуса. Один контакт до корпуса. Вам наверное плохо видно. И вторым до одного контакта конденсатора у нас ничего. И до второго контакта конденсатора. То же самое ничего нету. Это говорит о том, что пробоя на корпус нету. И конденсатор нормально. Это я между собой уже смотрю. Напряжение растёт. То есть конденсатор у нас рабочий. И в обратную сторону. И в обратную сторону рабочий. Конденсатор у нас исправный. Дело не в конденсаторе. Вот мы уже с вами определили, что цепь управления у нас работает. Исправная. Трансформатор исправный. Конденсатор исправный. Диод у нас исправный. И остаётся у нас магнитрон. Всё. Больше здесь ничего не остаётся. Вот таким образом мы с вами определили, что именно в этой печке вышел из строя магнитрон. И магнитрон подлежит замене. Так. Ещё по магнитрону я забыл вам показать, как тоже можно так слегка его проверить. Первое на первое. Вот это контакты у нас должны звониться практически накоротко. Так оно и есть. Звонится. Теперь ставим режим мегаома. И на корпус звониться не должно. Но оно и не звонится. Всё у нас отлично. То есть в принципе вот так вот мы смотрим. Тут у нас всё хорошо. Ничего не нарушено. Но тем не менее он у нас неисправный. Потому что магнитрон немножко сложнее, чем просто вот эти два контакта. И проверить его полностью можно только на специальном стенде, либо вот в рабочей целой микроволновке. Ну и здесь можно любой другой магнитрон подкинуть и проверить. Не обязательно. Точно такой же. Главное, чтобы он подходил по креплению. Даже если там обдув будет не совпадать. Но 2-3 минуты магнитрон может работать и без обдува. Ему ничего не будет. Но этого времени достаточно, чтобы его проверить, убедиться, что действительно мы подкинули хороший магнитрон и у нас всё заработало. Главное, чтобы совпадали вот крепления самого магнитрона. Ну вот в принципе всё, что я хотел сегодня вам рассказать. Всем пока. До новых встреч. Ну а я пошёл искать новый магнитрон. Пока-пока. Рановато я с вами попрощался. Вот это же снял магнитрон. И смотрите, какая прелесть. Я такое вижу вообще первый раз. Вот это кольцевые магниты. Посмотрите, они все лопнутые. Между ними очень большое расстояние. Но этот кольцевой магнит должен быть цельным. Там у нас что-то обугленное. Всё вот так вот отслаивается. Это именно окалено. И этот магнит кольцевой у нас тоже лопнутый. Видите? То есть и нижний магнит лопнут, и верхний магнит. Ну верхний магнит вообще с двух сторон. Причём смотрите, какая там реальная щель. Вот такой вот магнитрончик LG. Ну вот так он выглядит. Вот такая бяка. Вообще странная печка. Даже предохранителя нет.